Наверное, вы замечали, что у некоторых на воздержании, когда они часто возбуждаются, начинает болеть живот. Либо же после срывов. Так, опять пришла одна мадемуазель. Оп! Сама воплощение привлекательности. В общем, мои дорогие друзья, как активировать сексуальную ауру на воздержании? Это на самом деле проще, чем кажется. То есть, почему у некоторых, допустим, даже у меня, я вот воздерживался два месяца, и привлекательность была только моментами. То есть, через два месяца, возможно, даже она исчезала куда-то. И я думаю, типа, почему у меня там на седьмой день раньше на воздержании появлялась сексуальность, а сейчас у меня нету. То есть, я там два месяца могу воздержаться, либо три недели, и этого всего нету. Очень просто, мои дорогие друзья. Живот. Именно там находится наша сексуальная чакра. Опять я возвращаюсь к чакрам, возможно, вам эта тема не интересна, но эта тема именно напрямую связана с вашей сексуальностью. Потому что у каждого человека есть семь энергоцентров, и каждый энергоцентр отвечает за определенную составляющую жизни человека. То есть, если первые три нижних энергоцентра – это наши животные, социальные потребности, то высшие энергоцентры – это духовные, более высшие потребности на тонком плане. Но мы сегодня будем обсуждать именно нашу привлекательность и сексуальность, касаемо вот свадхистана чакры. На самом деле, чтобы ее активировать, все довольно-таки просто. Обратите внимание на себя в повседневной жизни. Как часто вы напрягаете ваш живот? Как часто он находится в напряженном состоянии? Нужно научиться максимально его расслаблять, и чтобы стимулировать эту чакру, чтобы сделать ее более прочной, более уравновешенной в реальной жизни. Что же вам нужно делать, помимо медитации и самоконтроля? Нужно научиться следить за собой. То есть, вот элементарно, там, за своим внешним видом, за своим телом, то есть, заниматься спортом, потому что ты так начинаешь себе нравиться. Когда у тебя поднимается самооценка, твоя свадхистана чакра, она стимулируется, она дает тебе энергию, что ты такой красавчик, что ты такой привлекательный, что ты такой сексуальный. У тебя от этого повышается самооценка. Это действительно проверено. Ты, конечно, не должен себе сносить голову, типа, что вот я такой гордый, я такой красавчик, там, машина. Так ты сорвешься скорее всего, потому что гордость на воздержании провоцирует срыв. Как-то так, мои дорогие друзья. Я надеюсь, я смог грамотно вам объяснить, что, чтобы наработать сексуальность на воздержании, необходимо, во-первых, научиться расслабляться, то есть, получать наслаждение от жизни. Я, допустим, не мог нормально до недавнего времени его получать. То есть, даже когда я принимал прием пищи, я максимально быстро все кушал, просто не успевая наслаждаться. А эта чакра, она стимулируется от наслаждения, когда мы наслаждаемся этой жизнью, когда мы ее чувствуем, когда мы резонируем с другими людьми. И даже противоположного пола, если ты общаешься, да, и у тебя получается это делать, то ты набираешься именно энергии, вот той самой, вот определенной той самой уверенностью. Многим воздержанцам, именно я уже говорил об этом, не хватает энергии в нижних чакрах. То есть, они раньше были дрочерами, у них не было той самой энергии сексуальной. И они заходят на целебат, у них резко это все появляется. И они думают, типа, все, сейчас буду там, заживу, будет гордыня, я красавчик, я все победил. Срываются и опять начинают себе делать мозги. Так делать не надо. То есть, уже я вам рассказываю заранее свой пройденный путь, свои ошибки, свои подводные камни, которые у меня были. Чтобы этого всего не было, чтобы вы на них не наступили, чтобы ваше воздержание было максимально гладким, необходимо просто всегда оставаться максимально внутренне спокойным. То есть, конечно, это не всегда у меня получается, я вам честно признаюсь. Я тоже человек, да, я не робот. Но, с другой стороны, нужно пытаться в себе это обуздать. И медитация, она очень сильно помогает. То есть, даже вот музыка, которая стимулирует определенную чакру, вы можете прям так и написать. Она называется сакральная чакра, вы напишите на английском. Sacral chakra healing. И просто слушайте, расслабляя ваш живот. Я думаю, что вам это поможет. И главное, чтобы вы не перестимулировали эту чакру. То есть, знаете как, одно дело, когда ты чересчур перевозбуждаешься от такого и хочешь себя побыстрее слить. А другое дело, когда ты укрепляешь этот центр и учишься контролировать свои животные инстинкты. Потому что, чем сильнее твоя чакра, тем выше может подниматься энергия. Дальше, чтобы у тебя было духовное, материальное развитие, более на высших планах. Чтобы ты не застревал на этом рептилоидном уровне, когда тебе хочется только потрахаться, покушать и поспать. Извиняюсь за выражение, я не должен ругаться в этот священный месяц. Но я думаю, я смогу грамотно донести до вас свою информацию, если даст вас лайк. С меня новый контент. Всем удачи и до новых встреч.